Опять говорю, ну вот теперь появилась такая штука, как новая фейк из двух газет, New York Times и Washington Post, что россияне якобы платили Талибана убивать американских солдат. Это первая статья она была. Потом, Трамп говорит, мне никто ничего про это не говорил, я первый раз это слышу. Ну, во-первых, верить информации от одного источника, как New York Times или Washington Post, я вам скажу, я больше доверяю правде, что в правде печатали при Советском Союзе. Там все-таки было более логично это все описано или имело какое-то отношение. Никакого доказательства, никаких каналов, никаких источников не дается. Просто вот так. Россияне платит, чтобы и было. Потом выходит вторая статья, ну, когда наши разведорганы говорят, подождите, мы сами еще это не согласовали, мы сами точно сдали, мы ничего не докладывали ему. Они уже говорили, что они ему доложили. Ну, во-первых, так быть не может. Они должны знать, что президенту ничего не докладывается. То, чего не докладывается большой восьмерка. Что такое большая восьмерка? У нас в Конгрессе есть четыре конгрессмена от демократической партии, четыре конгрессмена от республиканской партии, которые сидят в разных комиссиях. И все, что по этой теме не докладывается президенту, должно докладываться им. Так что, если им не было доложено, значит, им президенту точно не было доложено. Поэтому это вранье уже сразу. Поэтому можно доверять суши, которые были приготовлены на бензоколонке, намного больше, чем Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост и всем этим фейк-ньюс. Они просто уже не знают, что еще сделать, потому что от Трампа надо избавляться. А тут убивают американских солдат, а он ничего не делает. Сыграть на этом патриотическое их. Значит, наша у нас не одна. Теперь второй раз они говорят, что платили, оказывается, убивать не американских солдат, а солдат коалиции. Это значит и других солдат. Британских солдат, других солдат, которые находятся, канадских солдат. Но Вашему премьер-министру тоже ничего не было доложено. И британскому премьер-министру тоже ничего не было доложено. Так почему же разведки такие докладывают? С разведками тоже надо было аккуратнее. Сначала, значит, кричат, почему Трамп не вела к разведкам своим. Потом кричат, что разведкам верить нельзя. Например, разведки нас подвели с войной в Ираке, против которой был Трамп. Трамп говорил, разведка доносит, наверное, не совсем правильные вещи. В Ираке они не готовы к ядерной войне. Зачем? За это его Буши не любят. Что Трамп выступал всегда против войны в Ираке, а разведка доносила, что надо. Поэтому разведка это тоже. У нас не одна разведка, а 17 или 18 разных разведывательных органов. Они должны прийти к консенсусу перед тем, как давать дезинформацию президенту. Это должна быть информация. Но я не буду спорить. Такое может быть, что ГРУ платило каким-то там талибам, чтобы они чего-то там стреляли по американцам. Наверное, они им платили 10 долларов, воровали 1000 долларов. Это там запросто происходит. И это единственное, почему там обычно так все функционирует. Россиянам Афганистан очень важен. Оттуда идет наркота вся эта для них. А мы знаем, что это наркодилерская страна. Помните Патрушева с самолетом и две тонны кокаина на президентском самолете. И вот они пытаются это раскрутить. Почему они это раскручивают сейчас? А потому что сейчас идет расследование, слушание про Бенгази, в которых как раз Клинтон участвовала. И когда наши солдаты пытались отбить там, и наши морские котики добровольно стояли отбить, и они кричали, что это спланированная атака 11 сентября идет. Это никакой мятеж, бунт, потому что какое-то видео показали в Ютубе в Америке, как говорит Обама. А Обама, заместо того, чтобы призвать, есть же, когда такое случается, когда берут у нас, допустим, посла в заложники или еще что-то где-то. У нас есть, что называется, контингенции, собирается там глава ЦРУ, глава Госдепа собирает их, глава ФБР, представители от Министерства обороны, и они решают. Пока они решают, солдаты, которые должны спасать их, уже летят туда. Так придумано, так задумано, как израильтяне, то же самое дело, все так делают. А эти пока решают. Если что, они могут их отозревать. Ничего, Обама пошел спать. Клинтон не вызвала эту комиссию, срочную комиссию, чрезвычайную комиссию, чтобы это решать. Наши солдаты сидели в вертолетах и били прикладами Аполло, кричали, взлетай, взлетай, взлетай. А взлетать им не дают, а они слышат, как убивают наших братьев там. А почему это делают? Потому что Клинтон с Обамой переслали Талибану стендеров немножко, который генерал Патреус запретил передавать. Поэтому Патреуса подставили, освободили от его должности. Это переслали у Талибана стендеры. Одним из стендеров из этих попали в наш вертолет. Он не взорвался, вертолет сел, считали номера, а они, оказывается, эти стендеры принадлежат ЦРУ через Госдеп, и Госдеп это оказалось в руках Талибана. Сейчас я буду по этому поводу слушания, поэтому сейчас очень выгодно и как раз подходит, чтобы Трампа повесить на Трампа, что это он с Талибаном снюхался через русских, а не Клинтон. Все это отвод глаз, все это, что называется у нас бушет, это все вранье. Это все сделано любой ценой убрать Трампа. Я не знаю, или я это объяснил, потому что это, конечно, очень запутанно и очень много там, но я попытался это, как можно, быстро и коротко объяснить. Наверное, еще больше запутал ситуацию. Спасибо. Слушайте Радио Вера. Пять раз в неделю с восьми до десяти утра на волне 96,1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова